Новый мини-класс Новый мини-кантри-мен. Конец дороги. Начало путешествия. В шестом подъезде, в администрации президента. Ольга Альбевич, так нельзя уже. У вас будет дача под Нижним Новгородом, вы будете там изображать русского крестьянина, омоновца. Ой. Да, в общем, нормально, вы ловили до эпохи. На все мир? Ну, с вами, бог с вами. Да, ну, храм божий, я думаю, да. В чем пафос этого места? Что ты здесь должен понять? Ну, главная история, которая здесь происходила, вот главный пафос этого места, это смута. Это вот как раз заложение вот этой новой российской государственности. Здесь очень долго решали вопрос, кто сядет на русский престол. То есть фактически фамилия Романова была названа здесь? Здесь. Отсюда рассылали все вот эти письма, во все волости. Вот, понимаете, они рассылали письма и спрашивали, а что вы думаете, а кого нам выбрать? Другой вопрос, что они не ждали ответа. Вообще, этот монастырь с Грозным очень связан был, он его любил. Тоже? Тоже. Вообще, есть культ Ивана Грозного определенный в этих местах. Опять по-новому переосмысляют его роль в истории. Нам рассказали, что теперь он душка. Пойду, шалфей понюхаю. Это шалфей, да. Кашенька, кошка. Мне кажется, мы нюхаем ваш палец, Павел Альберс. Почему же ее не отпустят? Прямо сюда. Как? Да, у нас, знаете, бывают критические моменты в истории музея, когда нам хочется ее выпустить. Нам привели-то ее, типа, убейте и сделайте чучело. Вот она с тех пор уже 20 с лишним лет. Абсолютный рекорд. Они в природе столько не живут. Живет, вложится, вложится. Вообще, медведи все делают красиво, потому что они большие и элегантные. И пушистые. Как вы, Павел Альберс? Спасибо. Вот, Павел Альберс, смотрите, казалось бы, Кремль. Да. А притчникам вход запрещен. А медведям с секирой можно? А медведям с секирой, да. Едемте дальше. Сегодня очень жаркий день. Ну, сейчас будет что-то такое. Я забыл представить нашим телезрителям Машу Александрову, с которым посмотрим тот Ярославль, который не показывает обычным туристам, которые ездят по Золотому кольцу. Сила Ярославля, как я понимаю, вот такие особняки, они ведь не в каждом губернском городе. Ну, вообще, да. Когда Александр Дюмай сюда приехал, он удивился и написал, что в Ярославле живут архимиллионеры, которые поставили в зависимости от себя пов России. И контролировали, как теперь говорят, ярославские контролировали весь розничный рынок, да? Раньше говорили, держали. 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 И даже есть статистика, что, по-моему, во второй половине 19 века две трети трактиров в Петербурге принадлежали ярославцам. Было даже такое выражение «ярославский счет». Это когда подвыпившего клиента несколько раз за одно и то же блюдо пытались рассчитать. Кажется, эта традиция в некоторых ресторанах до сих пор осталась. Ну, это же от деревни. Вот это же от деревни. Ну, конечно, это наличники. Это же деревни, это где вот он вырос, да? Да. Это где вот он вырос, у него были наличники. И вот он разбогател и сделал такую же, только вот, чтобы резьба была каменная. Ой, модерн какой! А-а-а! Вот вы еще не видите, а я уже вижу. А можно за двор зайти посмотреть? Здравствуйте. Здравствуйте. А ведь вот что тут важно. Важно, не важно, а ведущий остался один наконец. Ладно, пойдемте посмотрим, что там на лобков плетет. Мы рассказываем о путешествиях по России. И вот сегодня мы приехали в город Ярославль. Это же Ярославль? Да. Фуф, слава богу. Ну, это все, слава богу, ярославль. А интерьеры сохранились? Да, можно пройти, кстати, снять. Ой, ну, не заходите в хозяева. Директор. Директор первый. Да, что же, что же. Ну, вообще, уведомленный. Павел Альберс, потом пропускают даму, но вам как бы... Да это сейчас эпоха толерантности и... Так. Что осталось от Донцовых, от Донцовой и Лопатиной? Павел Альберс, это парадная лестница осталась у прежних владельцев Тонцовых. Как-то скромненько, я бы сказал, Дмитрий. Так. Заходим. О, бальный зал. Бальный зал. Исполнено все, конечно, замечательно, но, с другой стороны, конечно, ну, это так жирно. Много, не много таких потолков я видел в жизни, честно сказать. Ну, вот он восстановлен полностью. Подсолнухи, вот такими все подсолнухами. Не акантовые листья дворянские, а подсолнухи. Это не подсолнух, это хризантема. Да ладно, ты че, все нормально здесь, пацаны. Живем, пацаны. Это же совершенно... Вот... Елену Мизулину. За нашей спиной клуб... Маша, Маша, она все расскажет. Маша, за нашей спиной. Клуб Мяун. Мяун. Клуб любителей кошек. Клуб любителей кошек, где... Началась карьера. Где началась карьера Елены Мизулиной. Она же возглавляла этот клуб, правильно? Вот она. Это она. Она пришла. Здравствуйте, Елена Борисовна. Пойдемте, Павел Ильич, проходите. А как вы относитесь вот к тому, что ваши котята могут попасть... А вы, кстати, Елена Борисовна в положении, насколько я понимаю. Елена Борисовна, а как вы относитесь... Елена Борисовна. Елена Борисовна, не убегайте от камеры, пожалуйста. К сожалению, друзья, сейчас клуб любителей кошек, который Елена Борисовна Мизулина возглавляла, он закрыт. Пурчит. Пурчит. А сколько у вас кошек? Две. Кот и кошка. Ой, они же у вас... Традиционная семья. Все в порядке. Значит, дело Елены Мизулиной здесь живет. Наверное, и просветает. Нет, судя по тому, что эта кошка скоро разродится... Которая? Вот это. А ничего, что это кот, и стерилизованный. Боже мой. Муж же лет 16. Боже мой. Сколько законов я сегодня нарушил. Я интересовался у стерилизованного кота, что будет, если его дети падут в семью за границу. Можете ли вы представить, что мы сейчас едем в место, в котором не бывают практически... Правда, Маша, туристы? Очень редко. Которые ходят по Золотому кольцу, но которые знает каждый россиянин. Который, ну, хоть немножко срабатывает, да? Мы приехали с вами в церковь, которая изображена на тысячной купюре, правильно? Знаете, я давно не видел тысячных купюр, потому что... Все пяти тысячными, получается? Промотал все, промотал, промотал. И поэтому, если у вас есть, покажите. Вот человек, у которого есть деньги. Маша, а вот как вы думаете, почему именно, как символ Ростова главный, выбрали именно эту церковь? Я обращаюсь в внимание, Павел Альбертович путает города, мы в Ярославле, это для него Ростова. Господи, извините, она более какая-то модерновая, да? Почему именно она, как вы думаете, почему она стала символом? Просто то, что является Ярославской школой отчества. Потом здесь необычное... А правильно я понимаю, что здесь больше куполов, чем нужно? Да, 15. И такое редко очень встречается, это вопреки всем канонам. Да-да-да, должно быть 13. Ну, максимум у нас 13, потому что это Иисус Христос и 12 апостолов. Ну, в Афире, в Ложеном, там... Там отдельные храмы. Отдельные храмы. Ну, там такой вот отдельный, много придетов. Там совсем. Почему здесь 15? Тоже три храма. То есть один центральный, вот он идет, и два справа и слева, и на каждом из них по пять. И попасть мы сюда, к сожалению, не можем, потому что в качестве доказательства мы снимем амбарный замок. Потому что, к сожалению, этот филиал работает далеко не всегда. И не в дождливые дни особенно. И не в дождливые дни, там есть такая даже табличка. В дождливые дни не работаем. В дождливые дни выходной там написано. Очень хочется преклонить свою седую голову. Да, слушайте, давайте мы... И там, чтобы так, чтобы ее не намазали ничего. У меня за это... Давайте, раз мы едем в Кострому, только остановимся не в самом городе, где-нибудь рядом. Хочется какой-нибудь природы и тишины, потому что я, честно говоря... Ну вот так в кустом, что ли, здесь можно? Нет, ну слушайте, есть наверняка какой-нибудь прекрасный отель рядом с Костромой. Так, Рюриковича Слобода. Отель Аристократ. Нет, это не для нас, Павел Альберт. Так, Дворянское гнездо. Тоже не для нас. Рюриковича Слобода. Ну тут все такое, понимаете? Господи, а там нету каких-нибудь понятных названий? Нет, это все царское. Мы едем в Кострому, может быть. Мы едем в Кострому, да. Не в самой Костроме, а там где-нибудь рядом на природе. Романов Лес. То, что, кстати, не закончится, да, назвать? Давайте тогда Романов Лес. Вот картинки Романов Лес, Румгуру. Это же такой сайт, который не просто сайт, который ищет и бронирует. Да, он аккумунирует все поиски. А он шерстит по всем сайтам букингов. Правильно? Да. Смотри, можно сэкономить. На один и тот же номер разные цены. Да. И находится самый лучший. Вот, не знаю, как картинки. Класс. Слушайте, отлично. По крайней мере, лес там точно есть. Да, все едет. Ну вот, наконец-то, мечта пенсионера сбылась. Мы приехали в санаторий. Вообще, честно говоря, никогда не отдыхала. В санаторий. Я вообще нигде не отдыхала. Работали? Ну вот. Вы же вот как раз всю жизнь работали, чтобы теперь на пенсии начать отдыхать. Уважаемые гости, пожалуйста, надевайте бахилы при входе в спа-центр. Сейчас все наденем. Я не хочу полезно. Я хочу скорее увидеть. Я, Саша, думаю, что у меня будут делать знаменитый Костромской массаж. Это о распаренном в кипящем квасе лаптем, в который помещен утюг, нежно похлопывать по спине. Вы можете почувствовать себя, Ксения Собчак. Она у вас была? Ждите. Александр Александрович, скажите, пожалуйста, а вот каждый день вы плываете? Да, утром перед работой проплывешь. Десять бассейнов туда, десять обратно. И так вот чувствуешь себя в тонусе. А и утром и вечером? И утром и вечером. А если в это время, Александр, в прошлом случае, а если на это время какая-то важная встреча у нас началась? Ну, люди могут подождать, если какая-то важная встреча. Регистратор обороны. Помогите мне выйти. Да-да-да. Доброе утро. Мы все очень виделись. Доброе утро, Павел Альберс. Бродили тут по лесам. Как в вашем шале. В моем шале пахнет сосной. Отчего у меня было ощущение, что я в каком-то незнакомом месте совсем. Да, вы на своем телеканале, Павел Альберс, вечно жалуетесь на все. А на самом деле, смотрите, это же шале... Грибинка в Костровской области. Да. Повсюду, как грибы, растут общедоступные шале с водоемами, альпийскими горками, розариями. А что обычно по утрам делают обычные? Обычные бедные жители варили щи по утрам. Потому что щи нужно варить очень-очень долго. И едят всю неделю эти щи. Потому что некогда, сейчас страда, нужно на сенокос пойти. Доброе утро. Доброе утро. Николай, все правильно я говорил, что у вас щи – это недельная еда. Совершенно верно. Это необычная капуста. Я про нее кое-что знаю. Когда качан капусты срезают, капусту солят, и капуста идет на продажу. Это все-таки доход. А вот эти серые листья, которые внизу остаются, вот эти огромные уши, серые, их рубят. Это называется крошевом. И это едят сами всю зиму. Потому что капуста дорогая, ее продавать надо. А вот это крошево можно использовать в щах. Совершенно верно. То есть это еда беднейших крестьян. Да, совершенно верно. Продается везде. Потому что это основа костромских щей. А вы знаете, Павел Альберт, что это значит – получить по щам? По котелку, я думаю. Ну да, да. Сначала по котелку, а потом потому что в котелке. То есть по щам. То есть по мозгам. Вот вы режете, как раньше на Руси режли. Я режу как раньше. Не уверенно. Мне все больше и больше нравится моя роль в этой программе. Потому что Павел Альберт все время что-то говорит, делает, а я просто ем. Можно я пока ложкой… Сейчас я возьму ложку. Вот сейчас не режете? То, что надо. Да? О, у меня сразу вспомнился детский сад. Нас в детском саду постоянно кормили. Крошевым? Нет. Можно я хоть что-то сделаю? Такое количество. Все, все, все. Конечно. Павел Альберт, ну хватит. Заезжий купец голландский. Голландский перец продавал. Обязательно был колониальный товар. А чай как покупали? Ну не крестьяне же его покупали, Павел Альберт. А кто его покупал? Ну уже какие деньги они будут покупать? Они там продадут свое. Фен нужно купить, стиральную машину. Электрическую плитку. Электрическую плитку, в конце концов. В такой крестьянской жизни Александр Филипенко. Павел Альбертович, это для вас аттракцион. Вот так, Павел Альбертович, понимаешь, что тебе не двенадцать. Вот это вы точно ели многократно. Может, вы это не любите, но это точно ели. Это греча. О, добрый день. Добрый день. Добрый день. Павел Альбертович, у вас какой-то вопрос. Господи, что происходит? Нас снимают. Котики напротив. Вот вы видите попу котика. Да. Саша, узнаешь ли ты город, в который мы въехали? Многоэтажки. Рестораны быстрого питания. Я сразу понял, что мы въехали в Кострому. Нас здесь должен встречать наш, как мы теперь уже говорим, Вергилий. И он, как я понимаю, в саде священнослужителя. Ух, ничего себе. Серьезно было, Павел Альбертович. Ну, вот эта улица, которая сейчас именится Островская, это вот как раз, это вот как раз та заселенная часть древней Костромы, которую вот мы сейчас с вами и видим. А здесь живут прихожане-попогачи, да? Это не прихожане, это жители. Жители, скорее всего. Чем это место так важно для человека, которому интересна русская история? Вот самый главный вопрос. Здесь произошло наречение, у стен Ипатьевского монастыря произошло наречение на царство Михаила Федоровича Романа. Царя, который вошел в русскую историю как умеритель смуты. Человек, который поклонился и преклонился воле самой Божией Матери. Не очень хотел. Это летняя терраса тут? Да, нет, здесь будет как раз 19-го числа приедет святейший патриарх Кирилл. И здесь будет богослужение. Зимний храм Рождества Пресвятой Богородицы, который был взорван в 1929 году. Вот этот? Да. Сейчас восстановлен. Вот сейчас восстановлен. Да. Вот точно-точно. Да, всегда западная стена храма повествует нам о страшном суде. Вот здесь ожидание праведников, молитвы их, и здесь участь грешников. Вот это ад. Да. Это такая река, где существует суд, и символически показано, как бесы опускают души. Кажется, только я в нашей компании заметил, что начался дождь. Его как раз к 1917 году уже были завезены фигуры, и хотели водрузить памятник, но, к сожалению, случилось то, что случилось. А получилось, по-моему, оскорбление тому и другому. И воздвигли памятник. В 1920-х годах как раз воздвигли памятник. То есть постамент романовский такой вот. Да, на романовском постаменте. А вот внутри пустой? Пустой. И были вместе с тем, знаете, были идеи восстановить памятник или создать такой общий монумент примирения, будем говорить. Но сказали, что это вот как наказание. Вот это наказание, да. Давно не бывали... У вас сверху шерсть и снизу шерсть. В общем, какая-то линия прослеживается. Да, да, да. У меня, по крайней мере, прослеживается линия, в отличие от вас, потому что вы только что под дождем были без ветровки, Павел Альберти. А своим маразмом теперь с ветровкой пришли внутрь. Ладно, где мы оказались, Павел Альберти, и почему эта штука у меня на голове? Это замечательные тотемные маски, которые носили наши с вами предки-прославяне между границами годов. То есть год нарождающийся, год, который начинается, и год, который проходил. Они прямо по улицам доходили? Да. Мы сейчас находимся в зале, где представлена пьеса Александра Николаевича Островского «Снегурочка». Написана она была, когда драматургу исполнилось уже 50 лет. Он был женат вторым браком. Имея 11 человек детей, он размышлял о любви. «Геселие, сказка о любви». Простите, да. Что такое любовь после 11 детей, подумал Островский. Я вообще не понимаю, о чем у вас передача тогда? Что вы все время пошлите-то? Как воссоздать в Костроме вот это удивительное шитье и так далее? Это церковные ткани. Они были сотканы на мануфактурах в 70-х годах 19 века. Это как память Беклинина стоит на постаменте от... Да, от Романовых, совершенно верно. От Романовых также в эти же годы поступали с церковными облачениями, правильно? Да, в 22-м году была создана комиссия по национализации церковных ценностей. И если казна церковная была национализирована, то облачения церковные иконы, которые не представляли ценности для властей советской России, они подлежали уничтожению. Мы наш, мы новый мир построим. И вот тогда Всеволод Эмильевич Мейерхольд предложил, зачем мы уничтожаем эти прекрасные облачения. Их же можно перешить. И давайте мы их распределять по театру. Просто большим потоком все эти церковные облачения поступали в драматический театр. А ну, публика-то оболмает, что позавчера она это видела на священнике, а сегодня она это видит на лицедеях. Вот это было такое время, когда всем хотелось представлять новую жизнь. Так хочется и мне, задрав штаны, бежать за комсомолом. Те, кто вчера молился в церквях, все приветствовали. Сами перешивали. Это совершенно верно. Да, сейчас не появлялась идея вернуть обратно. Мы попытались это сделать на примере двух филоний. Это и митрополиту не зазорно такое. Ну да. Цикл составляет примерно 100 лет, да? Бассейн, храм, храм, бассейн. Вот мы выезжаем из Костромы, начались опять поля вокруг. А какие были дома, да? Бывав в купеческой России, у меня часто же задаешься вопросом, господи, зачем люди строят эти хоромы, вот эти дачные, вот эта рублевка, да? Вот где корни рублевки. Этажи вот эти трех рублевки. Да, да, да. Три этажа вот эти. Это же корни купеческого-то тут? Нет. Источник, это, конечно, вот это вот, богато. Богато. Вообще, друзья, это же ситуалетик на Финзуровом. Понятно, что мы находимся в центре ювелирного края. Хочу продемонстрируйте, посмотрите, какая ювелирная работа. Сантиметр сантиметром находят. Наталин Берсович, а сколько... Это еще отраслали церковь? Да, это ювелирная церковь. В Красном Новолге, как сообщили мне, источники из правоохранительных органов, здесь местные, которые недалеко здесь пиво пьют, продажи упали в 5-6 раз сейчас. То есть сейчас приезжайте, помогайте, покупайте ювелирку, я не знаю. А что покупать, мы сейчас вам покажем, вы сами расскажете. Нет, давайте не про мезолит, а все-таки когда здесь злата-кузнецы появились? То у нас, вот на территории нашего района, было раскрыто поселение ювелиров конца 9-го, начала 10-го веков. Так называемое Дурасовское городище. И там не было обнаружено ни одного предмета, связанного с обработкой земли или зерна, как это обычно бывает. Исключительно ювелирные изделия и остатки ювелирных инструментов. А почему именно здесь золото не добывается? А потому что не росло лицо? Нет, потому что, да, вот видите, потому что это север. Владимир Ильич сыграл, как всегда, злую шутку. Он как раз на примере Красного Села рассказал, что как живут зажиточно люди. А через месяц прибыл карательный отряд, расстреляли несколько сотен человек. Ну вот нелегко добраться до мастерской ювелира. Ну так здесь все так перемешано, удивительно. Зато мы сейчас увидим не какой-то там огромный завод, а ставите ювелирную работу. Добрый день. Здравствуйте. Георгий Георгиевич. Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Георгиевич, да. Да. Мы бы хотели к вам прямо проникнуть в самое сердце вашей жизни. Бога ради, ничего не скрываю. Пошли. Пойдемте. Это хозяйка дома. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы посмотрела, как ювелиры живут. Я в жидкую резину, ну, в сырую резину запекаю вот эту модель. Я ее ставлю в вулканизатор, выставляю время. Запеченную резину я ножичком разрезаю. Слушайте, а не страшно все вот это вот оборудование, все это добро хранить в обычном деревенском доме? У вас не охрана, не... Ну, у нас нет таких ценностей, за которые бы было страшно. Вот такие колечки, мне кажется, в Москве можно на стрелке продавать ничуть не дешевле, чем серебряные. Ну, такая вот моя работа. А серьги где? А это что такое? Это брошечки. Это вот круглые, это бриллиантики, это изомерики. И сколько такая брошка может стоять? Ну, я не знаю, дорого очень. Английские королевы имеют такие брошки. Лучше не снимайте. Это мужские или женские? Ну, смотря кто мужчина. Ну, да. Ну, вот на воде и так далее. Наконец понял, как вы видите без очков весь мир. Теперь я понимаю. Ой-ой-ой. Это лифт? Сзади была дуга электрическая. Вот навел... Чувствуешь резкость, как появляется? Да, да, вот она есть. Ну, вот, смотри, рассматривай, что... Александру Великому, писателю... Земли русской. Земли русской. И Вишля даже не высмотрел. Альберт, смотрите, я сейчас попрошу человека посмотреть. Ну, а вы бегите, хватайте эту штуку. Ну, это ему, думаю, лет 150, наверное. Вот, да, то есть здесь тоже жили ювелиры из... Можно я заглянул? Красного Доволга. То есть они ничего не могут сделать без выдумки. Ну, а самый главный вопрос, приезжают к вам, просят сделать что-нибудь, кортье, копию, сделать Тиффани, подделки какие-нибудь? Да, в принципе, это... Да, были такие предложения. В принципе, это все несложно. Конечно, конечно. Ну, а если вас попросят сделать кольцо, кортье, какую-нибудь точную копию? Которую буду на принцессе Диане, допустим. Да легко, господи. Вопрос материала и... И так наступает то, о чем мы умалчиваем. Не стоит. Потому что начинаются настоящие переговоры. московских купцов с волжским ювелиром. Павел Берг, пойдемте посмотрим на спортивную жизнь ювелирной столицы. Интересно, ведь в Италии всегда в каждой деревушке есть футбольная команда. Более того, в маленьких деревушках, в таких как Парма или Бергама, есть знаменитые клубы, которые выигрывали европейские клубы. Там есть кому финансировать эти клубы? Ну, и здесь, вероятно, есть кому финансировать. Посмотрите, есть. Посмотрите, футбольное поле. Сейчас мы узнаем, кто с кем играет. А вы умеете задавать профессиональные вопросы футбольным болельщикам? Сейчас спросим. Это любительская, это не КФК, не третий дивизион, не четвертый. Это просто ваш любительский... Ярославская область. Это чемпионат Ярославской области. Кто ваши? Я вам. Вот у восьмого номера проблемы с весом. Канал Дождь. Погорячился, ты погорячился, молодой человек. Почему? Нет у него проблем с весом? Что, хорошо играет? Нет, нет просто. Пойдемте проверим состояние газона. И замена войны. Состояние газона я проверю, с вашего позволения. Газон из узколистых трав с добавлением подорожника, которого явно быть в футболе не должно. Да, Аду Ванечка? Да, это вообще, конечно, газон не футбол. Это газон, знаете, для чего? Чтобы валяться. Вот это фары в кантри-мэйне. Новый мини-кантри-мен. Конец дороги, начало путешествия. Ищите отели в приложении и на сайте rumguru.ru. Сравните цены, сэкономьте деньги. Сейчас.